Хоба! Привет, с вами доктор Влад, и сегодня я возьму такую довольно странную тему, я попытаюсь ответить троллям. Вот тем, которые мне пишут на сайтах, те, которые залазят на YouTube. Вот, ну, иной раз даже трудно различить, то ли это настоящий тролль такой, живой, да, за 11.80 работает. Вот, то ли это просто человек, который искренне заблуждается, вот, который наслушался пропаганды. Ну, в общем, я вот всем им отвечу, да. Значит, первое, почему в Америке люди живут лучше, чем в России, да. Ну, это просто как бы затравка, да. Вот смотрите, значит, Бюро переписи населения США считает человека бедным, если он зарабатывает 10 тысяч долларов в год. Ну, это, знаете, в среднем так, ну, округлённая такая цифра по всем штатам, потому что где-то 11, где-то 9, там, и так далее, да. В месяц это примерно 800 зелёных. Вот, и по данным российской официальной статистики, меньше этой суммы зарабатывают практически все россияне, включая и самих тех, кто это считает, сотрудников Росстата, да. Вот, 800 долларов. Ну, так вот оно и есть на самом деле, да. И получается, что 90% жителей России живут беднее, чем 14% самых нищих американцев. Вот, ну, что тут сказать. Да, действительно так. Вот, разница в жизни, в уровне жизни, конечно, огромная. Почему россияне считают себя счастливыми, там, 80% по итогам опросов, ну, я не знаю. Я теряюсь в догадках. Вот, и вот, ну, давайте уже, как говорится, поближе к телу, да. Что в Америке все поголовно живут припеваючи, или у них нет бездомных, безработных, асоциальных элементов, искрена преступность и так далее. Ну, вот, по порядку, да. Бездомные, безработные, асоциальные элементы. Конечно, есть. Сколько угодно. И выраствуетесь, грабежи и всё такое прочее, да. Ну, во-первых, это в разы меньше, чем в России. Начнём с этого. Причём, я хочу сказать, что, вот, например, бездомные здесь, ну, другого рода. Во всяком случае, у нас Чикаго. Ну, вот, ко мне приставали там на улицах. Ну, видно, что он бездомный. Ну, как-то видно. Как женатого сразу видно, да. Ну, так и бездомного сразу видно. Вот. Ну, вдруг он очень прилично одет. Он в галстучке, всё такое прочее. Он ночует в шелтере. Там у него еда. Там у него всё. В России шелтеров нет. Как класс. Понимаете? Я знаю, в Питере есть там один шелтер. Вот. Ну, там это мафии, конечно. Это бандиты. Вот. Нет. А у нас шелтеров очень много. Причём, шелтеры есть для бездомных. Шелтеры есть для детей. Вот здесь бездомных детей вообще нет. Их сразу вылавливают. Сдают вот в эти приёмники. Ну, как бы распределители. И потом по семьям. Там очередь огромная стоит, чтобы таких детей усыновить. Да. Ну, конечно, если разберутся, что он не бездомный, а дом у него есть, конечно, возвращают в семью его. Это понятно. Вот. Что ещё? Значит, есть шелтеры. Значит, я уже начал говорить. Шелтеры есть для бездомных, для детей. Ещё есть шелтеры, например, для... Ну, для животных, само собой разумеется. И даже есть шелтеры для женщин, которые подверглись насилию. Вот если некуда пойти, а муж там с кулаками лезет, вот, можно туда пойти. Такие вот шелтеры есть, да? Вот. Безработные, ребята, здесь действительно работает система трудоустройства. Я сам там был один раз, кстати, сказать. Ну, как раз тут кризис был, что-то с деньгами было слабовато. Вот. Я вспоминаю, я туда пришёл, там очереди были большие. Ну, где-то, может быть, восемь или девять назад. Я не помню точно. Вот. Большая очередь. И меня, конечно, протестировали. Протестировали мой английский. Ну, ему хватило. Я снова. Окей, виски. Гёл. Чего я ещё знал тогда? Вот. Хватило. Потом посадили за компьютер. Думаю, ну, сейчас меня замучают совсем. Нет. Оказывается, вот там на компьютере как тестируют. Вот, значит, берёшь мышку. Тебе показывают кружок. Ты должен, значит, попасть вот в этот кружок. А там кружок размером с яблоком на экране. Вот попал. Хорошо. Теперь попробую передвинуть этот кружок. Я мышкой его передвинул. Ну, вот как-то так вот. Вот. Значит, всё. Компьютером владеешь. Как говорится, грамотный, да? Как это в армии. Ты, говорит, грамотный. Я, говорит, закончил московский университет. Значит, сержант, пишите грамотный. Ну, вот и здесь то же самое. Вот. Дальше что? Безработные, социальные элементы. Ребят, с этим боремся. Конечно, это есть. И вот даже наш чёрный саусайт, ну, это южная часть Чикаго, пытались как-то расселить, потому что они там живут. Конечно, и наркотики, и пьянство. Вот. И они нам дают основной процент убийств и, ну, всех прочих преступлений. Ну, не расселяются. Они там хорошо. Вот они там живут себе. Они там привыкли жить. Они все получают... Государство их кормит. Они все получают какие-то пособия и так далее. Ну, с этим очень трудно бороться, но мы стараемся. Вот. Вот, конечно, есть. Дальше. Америка открыла рот на наши природные богатства и территории. Вот. Я даже не знаю. Это вот как с ребёнком, нужно говорить, да? Америка... У нас что, территории не хватает, что ли? Своих. Это вы на Путина смотрели, из которых Крым захватил, он теперь вот висит, как украден арбуз. И нести тяжело, и бросить жалко. Понимаете? Вот в чём дело. Не нужно совершенно Крым России. Вот он не нужен сто лет. Это только хлопоты с этим Крымом, да? Вот. И вот если человек... Вот я с ним беседую, он говорит, ура, зато Крым наш. Да, я с ним прекращаю беседу сразу, потому что глупость неимоверная. Вот. Дальше. Америка территории давно уже не захватывает. Она не захватывает, не знаю, со времён формирования, наверное, США. Там вот эти спорные штаты были, там Нью-Мексика и так далее. Ну, разобрались, слава богу. Там война была и всё такое прочее. И с тех пор Америке не нужна чужая территория. Свою девать некуда. И природные богатства. Ребята, какие природные богатства? Ну, давайте подумаем, да? Чё воровать-то? Ну, не то, что воровать, чё захватывать воровать? Сейчас по-русски привычнее. Америка лидер по добыче нефти. Значит, скоро будет лидером по добыче газа. Вот. Нам зачем чужое-то вот? Ну, вы сами понимаете, нет. И как это практичнее? Вот, например, Сибирь захватила Америка, да? Ну, что на каждом углу стоят чёрные полицейские. А все сбежали куда-то в леса и оттуда партизаны, да? Попробуй русского заставь работать. Вот. А если ты его заставишь работать кое-как, да? Это Задорнов так говорил. Помните, что... А кто сказал, что мы вообще собираемся работать? Вот Задорнов. Вы ему хлопали, аплодировали. Вот. Попробуй русского заставить работать. Да, тем более, ещё под палкой. А ещё его надо накормить. Понимаете? И зачем вот Америке нужны такие какие-то голодные рты, которые работать не собираются? Вот вы подумайте, да? И плюс ещё партизанская война откуда-то из лесов. Вот. Так что, ну, это глупость совершеннейшая. Америке ничего не надо чужого. Ещё со своим справятся. Тут вот у нас... Ну, да, сейчас вот у нас проблемы. Там какие-то эти... Какие-то памятники скидывают. Ну, это всё от Трампа. В общем, всем известно, откуда это идёт. И, в общем, конечно, ему недолго держаться. Ведь я совершенно свободно говорю про своего президента. Ему действительно недолго осталось. Потому что у него там все увольняются. А вы знаете, что где-то там, по-моему, рядом с Белым домом какой-то ресторан вытянул плакатик. Что когда Трамп очередно увольняет, у нас выпивка дешевле становится. Вот так привлекают внимание. Потому что недавно у него там комиссия по культуре и искусству, по-моему, уволилась. Вот. Ну, это жутко. Ну, мы справимся с этим, понимаете. Потому что если президент плохой, да, то сразу начинается против него давление. А давить есть откуда. В России хорош или президент, или генеральный секретарь. Давить некому. Абсолютно. Вот. Массы уже привыкли. Ведь в России как? Не высовывайся, не высовывайся. Мне бабушка всю жизнь рассказывала, говорила, советовала. Не рассказывай нигде анекдотов и так далее. Все боятся. Все всегда всех боятся. Понимаете? Ладно. Отставить. Дальше. Что еще? Картонные дома. Во. Это очень часто. Ну, картонные дома. Вот видите, вот эти стенки, да? Они покрашены. Кстати, как краску черта с два ототрешь. Вот эту хорошую краску. Значит, вот как наш дом устроен? Деревянное основание и обшито гипсолитовыми плитами. Снаружи плита потолще, внутри тоненькая. Еще снаружи вот эти плиты, они, как это сказать, закрыты, ну, таким пластиковыми этими. Ну, кто строитель, подскажите. В общем, пластиковыми такими полосами, да? Вот. Ну, крыша. Крыши тоже разные бывают. Вот. Крыша у нас хорошая. У нас черепичная крыша. Вот. Сто лет простоять. Но только в Америке не нужно, чтобы дом стоял сто лет. Понимаете? Вот не нужно. Смотрите, я вам сейчас объясню. Во-первых, ураганы, да? Вот. Дело в том, вот у вас ураган, да? Ну, вы бежите в подвал. Пока вы бежите, дом уже разрушен. И вам сверху падает деревянная балка, да? У нас деревянное перекрытие, да? А если бы она была бетонная, понимаете, что бы с вами было, да? А потом все это разгребать, если у вас дом кирпичный. Кирпичный тоже, ураган тоже размолотит. Вот. Но все равно кирпич убирать уже дальше сложнее, понимаете? Вот. И поэтому здесь всегда такие дома строят. И они вполне приличные. Я не знаю, сколько мы здесь живем. 10 лет он ни разу не рухнул. Вот. Да, действительно. Ну, не картонные, но гипсолитовые дома. Вот. Это первое, что это ураганы, да? А второе то, что, понимаете, дома устаревают. Вот. И американцам не нравится жить в старых домах. Вот у нас дом уже сейчас, ему лет 20 примерно, да? Вот. Он уже старый. Вот. И, значит, кому-то будет проще. Вот, например, мы продали этот дом, да? Он его сносит и строит новый. Опять сносить такие дома легче гораздо. Ну, подвал останется, а сверху будет что-то новое. Новое убранство, новое, так сказать, тут комната и так далее. Понимаете? Современное все. Вот так вот. В Америке дома не должны быть долговечные. Это в России вы построили кирпичный дом, да? И вот он будет стоять, стоять, стоять там 20-30 лет от деда к отцу. Да, от отца к сыну. Вот так вот. Все, он будет переходить и все. Здесь такого нет. Здесь такое. Нет. Вообще есть дома. Сохранились там времен чуть ли не гражданской войны. Но это совсем другое дело. Это как памятник. И потом в нем прикольно жить. Вот в чем дело. Ну, там они только снаружи такие. А внутри там все современное. Можете не волноваться. Так. Что тут еще? Да, опять Америка хочет захватить Россию, да? В Америке тоже неспокойно. Вот, ну, это я уже об этом говорил. Америка, понимаете, Америка вмешивается в дела, значит, других стран. Но она при этом ничего не захватывает. Она пытается там что-то поправить. Не всегда это получается. Не всегда получается, допустим, снесли это правительство, а новое, так сказать, не лучше. Вот. Это, ну, в общем, ну, как говорится, мировые полицейские. Да, но опять это не захватничество войны ни в коем случае. Понимаете? Ну, наверное, все. Вот, ну, я попытался ответить на самые популярные. А, да, один забыл. Слава тебе, Господи, вспомнил. Насчет того, что в Америке, ну, я уже об этом говорил, что в Америке не было войн очень давно, и поэтому американцы живут лучше, чем россияне. Ну, я могу сказать то, что и Первая, и особенно Вторая мировая война захватила Америку, потому что Америка, американские солдаты воевали в Европе. И вот если вы посмотрите старые фильмы про Америку, да, там вот эти годы, да, 41-й, 45-й, здесь, ну, довольно, довольно хреново люди жили, потому что очень много уходило на фронт. Вот, и женщины, и мужики уходили на фронт, женщины работали на предприятиях. Вот, это тоже было. Ну, конечно, не сравнить с Россией. Ну, хорошо, а зачем сравнивать Америку с Россией в данном случае? Сравните, не знаю, с Италией, с Францией, с Англией. Везде была война. С той же Германией, которая оказалась побежденной. Вот, и в результате буквально там несколько, ну, пускай 10-15 лет прошло, и Германия выглядела уже гораздо более достойно, чем Россия. А Россия все восстанавливалась, 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 потому что все воровали, воровали, воровали и так далее. Вот сейчас до сих пор воруют и пьют. Да, ну, наверное, все. Я на этом сегодня закончу. До свидания. С вами был доктор Влад.